Из подмосковного города Воскресенска, микрорайон Цембиган, обращаемся к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, к нашему Воробьеву-губернатору, к нашей организации «Русская община». Мы надеемся, что «Русская община» донесет все наши проблемы до высшего руководства города Москвы. А проблема у нас по всему Цембиганту – это отопление. Но я буду говорить о своих четыре дома. Четыре дома, четырнадцати этажек. Мы мерзнем, не то слово, мы замерзаем. Мерзнем – это сказано так. Мы замерзаем. В квартирах температура 11, 12. На данный момент у меня температура в комнате сейчас 6 градусов. Вот скажите, как вот можно выживать при такой температуре? Это слов нет. Я хочу сказать, что мы не живем, а существуем. И поэтому мы просим руководства обратить на наше внимание, на наши проблемы. Проблемы администрация города Воскресенска знает. Все наши проблемы. Как сказали, мы в курсе, мы знаем, у нас все на контроле. А толку, что у нас все на контроле? От этого у нас ничего не меняется. Нам от этого ни холодно, ни горячо. Никакого сдвига нету. Все меняется, все остается. Все хуже, хуже, хуже. Реконструкцию котельной переносят из года в год. Все котлы, можно сказать, исчерпали свой ресурс. Котлы превратились в трубу. Если котел полетел, где-то рвануло, то же заплатку делают. То же заплатку сделали. В другом месте рванул котел. В другом месте заплатку сделали. В третьем, и так, постоянно все котла, все в заплатках. Все котлы, я хочу сказать, еще раз повторюсь, все превратились в трубу. Модернизации наших котлов, не знаю, когда будет. Но жители наши остаются один на один со своими проблемами. Никто нам не помогает. Нам надеяться не надо. И поэтому просьба к русской общине. К Владимиру Владимировичу Путину, к нашему губернатору Орабьеву. Просьба обратите на нас внимание, сколько можно намучиться. Мы не мучимся. Мы живем, мы же не живем, а существуем в таких условиях. Дети болеют, родители болеют. В школах, поликлиниках, больницах холодно. Температуру организации, ресурсоснабляющей организации «Газпромтеплоэнерго» нам не додает.